Доброе утро! Как вы уже сказали, что у местных народов язык карася имеет особое значение. И когда в Кандинском районе встал вопрос, а что должно быть брендом Кандинского района, начали изучать и поняли, что самое узнаваемое для Кандинских и земли это карась. Потому что многие, выезжая в другие регионы, в другие муниципалитеты игры, на прилавках видят карася и отдельно Кандинский карась. И было принято решение, что брендом Кандинского района должен стать именно карась. Но когда начали более глубоко изучать этот вопрос, поняли, что ни у хантов, ни у манси нет своего обозначения карася как такового. То есть мы все же привыкли видеть, наверное, эти заячьи ушки, олени, рога. И хотелось, чтобы не просто использовать карася, а использовать карася с национальным колоритом. И вот автор логотипа, который сейчас мы используем как бренд, он нашел вот такой символ у манси, язык карася. То есть не сам карась, а его язык? Да, вот цельного карася почему-то у манси, ни у манси, ни у хантов нет логотипом. А именно, я не знаю, у них свои какие-то, что вы сказали, ушки заячьи, олени, рога. А тут вот язык карася. И комиссия, которая выбирала бренд Кандинского района, это была и общественность, и деятели культуры, они определились вот на этом логотипе. Язык карася с надписью Канда. А нам, большой командой, когда был объявлен в Хантамансийский конкурс по грантовой поддержке именно брендинга, театральной идентичности территорий, а почему этот карась существует на бумаге, в каких-то документах, презентациях, почему его нет в арт-объекте. И вот тогда появилась идея установить в поселке Междуреченском такой арт-объект, как язык карася. Ну и, естественно, где может быть карась, как не на берегу реки. И поэтому вот арт-объект, язык карася будет установлен на причале поселка Междуреченский. Все гости Междуреченского и Кандинского района, прибывающие по воде, первым, что будут видеть, их будут встречать, тот самый язык карася. Знаменитый. Да, Алексей, это ваш первый арт-объект? Вот в Междуреченске, в Кандинском районе арт-объекты есть. Наверное, самый первый появился такой, самый знаменитый галочкой «Я люблю Междуреченский» или «Я люблю Канду». И он установлен, наверное, подобный с другим текстом во всех муниципалитетах, уже, наверное, не то же, как и Угры России, и там, наверное, всего мира. А вот именно связанный с карасем, связанный с идентичностью Кантамансийского автономного округа, вот с Югрой, с Кандой, это будет первый такой. Алексей, скажите, когда уже презентуете эту красоту землякам? На самом деле, на данный момент готов постамент, готова та площадка, где он будет установлен, туда уже подведено электричество, а данный арт-объект будет в двух вариантах, дневной и ночной. То есть ночью он был полностью подсвечен, и на данный момент идет монтаж, и, я думаю, уже в ближайшие дни будет презентация этого арт-объекта. Ну, я так понимаю, что на этом-то вы останавливаться не собираетесь, что планы у вас наверняка еще есть на какие-то арт-объекты? Ну, на самом деле, в последнее время очень много, я вот, например, точно знаю, что скоро появится еще один карась в Кандинском районе, но уже не я являюсь автором, не наша команда. Вот, и там уже будет идея такая, что он будет бронзовый, и что можно будет потерять, загадать желание, то есть вот об нашего карася. Потрясающе, Алексей Олегович, большое спасибо вам за беседу, за ваш труд, за ту красоту, которую вы создаете. До свидания. До свидания, приезжайте в Канду пробовать нашего карася. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова